Alex Monk Classic Games представляет Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала С вами Алексей и канал Alex Monk Classic Games Я продолжаю живой летсплей по игре Mafia Для консоли шестого поколения от компании Microsoft Xbox Original Погнали Это Ктефава? Извините за опоздание, я не хотел, чтобы мне кто-то видел С такими людьми, как вы, я не сижу У меня к вам деловое предложение Вам что-нибудь говорит имя Сальери? Сальери? Я работал на него несколько лет А теперь он хочет избавиться от меня Так сложились обстоятельства, что пути назад не было Ральф, это Том Принеси ему уже граненый алмаз, Томми, либо сделай это сам Я решил дать тебе шанс, Томми Я люблю новые лица Я пытаюсь выбраться из этой части города Расследи за ними Расследи за ним Еще, фу Работает для вас Вообще неинтересно просто отдать все Это приближит моего племянника Давай, попробуй Замолчи А ну, кому я сказал? И еще не могу Теперь у тебя есть босс Я тебя кое-чему научу Это было безумие Редактор субтитров А.Семкин Итак, в прошлой серии мы с вами выполнили в некотором роде избирательную кампанию И устранили политика, которая стала неугоден Дону Сальери Собственно говоря, сделали мы это из старой заброшенной тюрьмы Из самой высокой башни замка В то время пока политик толкал речь на соседнем островке На острове небольшом Затем прошли наисложнейшее дополнительное задание Луки и Бертоны По утапливанию машины в океане Так как она в розыске И получили просто замечательнейший, считай, автомобиль В награду И теперь следующее задание Просто ради удовольствия Не задание, вернее, глава Просто ради удовольствия Или для отдыха Второе название Сегодняшняя работа только для расслабления, ребята В город пришла партия предметов роскоши Собранных со всего мира Вчера катер с этим товаром вошел в гавань И среди этого товара есть то, что мне нужно И что ж там есть такого, чего у нас нет? Я уже давно не курил Хороший сигар А там их почти тонна Тонны сигар? Да, сигар И не удивляйтесь Члены нашего клуба уже соскучились по хорошим, качественным сигарам Они очень дорогие И достать их тоже очень трудно Если мы захватим их То сможем срубить столько бабла Что это будет даже лучше, чем грабануть банк Что? Просто достаньте мне эти сигары Пол, объясни Значит так Пол, что здесь происходит? Прикинь, Томми Теперь мы будем гоняться за сигарами Да он хочет струбить на них купу бабла Значит, покурим? Забудь об этом, Том Сигары, которые мы должны выкрасть Находятся в ящиках в гавани Мы должны погрузить эти ящики на грузовик И ту-ту И как мы это сделаем? На входе в гавань такая охрана, что покруче, чем была вокруг Морелла Вот именно Просто силой гавань не возьмешь Поэтому надо захватить один из грузовиков Которыми перевозят разный товар по городу На таких грузовиках есть особые знаки Мы проследим за тем, как такой грузовик покинет гавань Отъедет подальше Затем мы поглядим, чтобы нигде вокруг не было копов И тогда просто перегроем путь Несколько выстрелов в воздух И водила наложит в шпаны Мы заберем его документы И вернемся обратно в гавань Так что, его придется убить? Не так быстро Сначала нужно изъять все, что у него есть Ты поведешь грузовик гавани, Томми Загрузишь его сигарами, а затем мы встретимся в условленном месте И что, я сам буду загружать целый грузовик? А потом разгружать его? И возможно, тогда вы мне дадите выкурить несколько сигар А ты что будешь делать? Ждать тебя в условленном месте Если кто-то заговорит с тобой, прибей его Пригонишь грузовичок в назначенное место Ну а как я узнаю, где эти ящики с сигарами? Да на этих ящиках есть знаки Куда оставить товар-то? Я тебе покажу Да, сначала сходим туда, а потом уже займемся грузовиком Ну тогда пошли Проезжайте на место встречи в заводском квартале Да, походу Не зря Томми сказали одеться как грузчик, видите? Он в последний раз так одевался, когда был таксистом К нему предстоит потаскать ящички Причем немало Вы в этом убедитесь скоро Пока эти Пока эти, с позволения искать товарищей, будут изданить изображение хрен пинать Вот, ребята, вот это я красавица угнал в прошлый раз В прошлой серии Так Ральф Ты нам сейчас машину дашь, или попозже? О, это же тот самый Ласситтер На котором ездят сейчас полицейские Нет, походу, он сначала взять оружие, ладно? Сэр Чем вы пара рассмотришь, Венчинцы? Чем займаетесь, ребята? Дай, говорит, Томми битую пистолету и нам с Сэмом по Томпсону Хорошо Ну, Томми, как всегда, битая пистолет, понятно? Да, спасибо Спасибо, Венчинцо Взяли А теперь к Ральфу идем за машиной Наконец-то он нас научит угонять эту здоровую красавицу И мы сможем также угнать полицейскую машину этой марки Ральф, мы пришли Что ты рассматриваешь? Эй, ребята У меня есть кое-что особенное для вас Да, она мне нравится Выглядит отлично К тому же ее угнать не составит проблем Понял, спасибо, Ральфе Не за что О, знали, как красить лосье Лоси ТРВ-16 Давайте на ней и поедем Я бы, конечно, взял ту красавицу, которую мы угнали в прошлой серии Но, как видите, нас трое Все не влезут А машина двухместная Обалдеть Кто-то махиндова Мужик, ты за это встал-то? И так машина большая В компьютерной версии, кстати, эта миссия называется «Чисто для разрядки» Поезжайте на место встречи в заводском квартале Давай бед к указанному месту То есть на сей раз недалеко Вот сюда В рабочий квартал Раз на ней ездят хопы По идее, она должна быть очень быстрая Проверим Ну, смотрится в зеленом цвете Вообще, считай, здорово Так, ручник Уиии Тихо-тихо Вот так Я прекрасно понимаю, что он хотел сказать Да, мощности я не занимаюсь Согласен Единственный минус Это ее габариты Она очень длинная Вот опять же вопрос к Мише Шевцову Что это за машина? Так вот, ослабленное место Хорошо, гадну на месте Тормози Раз уж вы здесь Я хочу кое-что сказать Говори У меня есть одна идейка Но мне нужна ваша помощь А конкретней? Это большое дело И одному мне не справиться А вы мои друзья И мы все хорошо друг друга знаем А Салияри, он знает об этом? Нет Он ничего не должен знать Он и так уже Много нагрел Ну так Выкладывай суть У меня на примете Баш Что? Что? Сватой Я изучил систему безопасности Сразу скажу Охрана неважная Зато в банковском сейфе Пропадает целая куча бабок Да ну Банк это уже чересчур Если мы пойдем на это Нам всем не сдобровать Нет Это нереально Послушайте Салияри неплохой босс Но я хочу попробовать Поработать вне его поля зрения Но без вас я в этом деле Я не уверен Что это хорошая идея Сэм А ты что скажешь? На меня можешь не рассчитывать У меня как-никак Семья Ну ладно Забудем об этом Ничего не было Окей Ну думаю Пора Я поведу До скорого Дом идем Украдите грузовик И украдите документы У водителя О прикольный бак Смотрите Я внутри машины Как бы Ну ешкин ты кот Что мне теперь делать Ха-ха-ха Что, выбить дверь, что ли? Как перепрыгнуть Я не знаю Или ужаса Ладно Давайте еще раз доедем Только на все раз я На все раз я припаркуюсь Немного в сторону Чтобы Томми не оказался В том же месте, где и машина А, вот Я же хотел показать пожарный кран Смотрите Вот так вот он классно Хлечит Даже лучше, чем в компьютерной версии, кстати Смотрите Давайте заранее выйдем из машины. Вот тут. Вот, все теперь нормально. Необходимо украсть в розовике и украсть документы у водителя. Поговорим позже. Хорошо, садимся и едем. Так, не понял. А что, по улице она не поедет? В компьютерную версию вроде со мной ехал. Так, ну ладно. Нам необходимо в порт Лост Хевен, вот сюда, около железнодорожной станции. Я так понимаю, в отличие от компьютерной версии, мне надо здесь действовать в одиночку. По улице она не поехала. Либо боганула игра. Стоял, думал, потом стоило мне начать движение, как он поехал. Молодец. Ладно, ждем грузовик. О, надо же смотреть, тут катафалка стоит. А, нет, не катафалка, а этот полицейский. Супер автомобиль-то этот полицейский, такой же, как у меня Лоси-то. Так, грузовик-то выехал уже. Перекрываем дорогу и выкидываем водителя из кабины. Э-э-э, стоять! Стоять, сказал. Ты гад, а! Ты щедавишь меня? Вот сволочь! Так, вот так вот сразу давайте перекроем. Ты гад, а! Так, хватай ему. А, то есть здесь его надо убить обязательно, да, в этой версии. Плюс у него есть монтировка. Вот и документы. Ой, ё, сколько собрали. Машина-то целая пробка. Сейчас, ребята, сейчас отгоню. Поезжайте на грузовике обратно в порт и украдите все ящики из Corsese Import. Вот это еще одно отличие от компьютерной версии. Здесь не надо разгружать грузовик, прежде чем ехать в порт. Он уже разгружен. Не рекомендую вступать в перестрелку с нынешней охраной в порту. Украдите все ящики из Corsese Import. Так, еще здесь нет анимации, когда подходит человек и просит предъявить документы. Так, хотя, вот чисто визуально, вот трое охранников. В компьютерной версии еще здесь трое стояли, но их нет. Я вам покажу, так сказать, неторопливое, идеальное отображение этой миссии. Так, паркуем грузовик. Вот ящики, которые нас интересуют. А вот прораб рядом. Import, Import, Export, Corsese. Куда ты прешь, а? Чем ты занят, а? У нас тут рук не хватает, а ты дурака валяешь. Быстро, хватай вот эти ящики и тащи их в зал отправки. Я пойду отолью, и чтобы к моему приходу все было сделано. Да, шеф. Дабы все успеть, рискованно сразу начнем таскать главные ящики. Он может успеть вернуться, когда отольет. Давайте сначала сделаем, как он хочет. Перетаскаем вот эти вот обычные ящики. Как я его баблю, а то чайки по мозгам бьют. Так, попросим помощи у мужиков. Здорово, мужики, как дела? Чем можем помочь? Ну, мне необходимо помочь перетаскать ящики вот сюда, в зал отправки. Помогите. Давай. За работу, ребята. Проходим, нажимаем, это зеленую клавишу А, и тащим. Ребята нам помогают, видите? Тащим вот сюда, на эти доски. Угу. Эти ящики необходимо перетаскать для того, чтобы потом у нас было больше времени на складывание в грузовик основных ящиков, которые нам нужны с сигарами. Мы-то можем бегать, а вот они ходят потихонечку. Это одно интересное. Если раньше порт принадлежал Серджио Морелло, брату Дона Морелло-то, мы Серджио устранились, самого главного Морелло тоже устранили, то почему сейчас этот порт не в нашем видении? И тут почему-то более усиленная охрана, чем при Морелло. Это мне не совсем понятно. То ли федералы его контролируют. Судя по той машине полиции, которая стояла рядом с портом. Скорее всего так и есть. Этот порт теперь ведомства, в ведомстве федералов. Мне очень нравится, как они аккуратно ящики складывают. Короче, симулятор грузчика. Вот это задание. Так, раз, все, по дому берем и тащим. Довольно так и аккуратно, хорошо. Спасибо, мужики. Тот, наверное, уже прорапто отлил и вернулся. Так, еще с ними можно поговорить? Ну, неплохо, но можно было бы и лучше. Видите, пришел, проверил. И вот теперь идем к нему. Дожидаемся, пока он в нужный нам зал зайдет. И предпринимаем один хитрый ход. Эта стрелка показывает, что нам нужны на эти ящики. Но их, естественно, трогать нельзя. Не дай бог, кто-то увидит, что мы их таскаем. Особенно вот этот прорап, который сразу поднимет тревогу. Делаем мы следующее. Подходим и говорим. Эй, шеф, там у этих парней какие-то проблемы. Они не знают, что делать. Черт, вечно они какие-то... Вечно у них неприятности. Ничего не могут сделать без меня. Сейчас пойду разберусь. Все, ты иди разбирайся, а я начинаю таскать наконец-то то, что нужно. Тихо. Ой. А ничего, что этот видит автоматчик-то справа. Подожди, а что он не ставит их? Ага, ставит, хорошо. Теперь, по-моему, у нас больше времени, чем если бы он пошел отлить, и мы бы по-быстрому пытались это утащить. Так что лучше немножко потерять время на таскании обычных ящиков, на перетаскивании обычных ящиков. Отвлечь шефа, чтобы он ушел разбираться, что там произошло. И затем спокойненько перетаскать ящики целевые, так сказать, в нашу цель. Ну, пусть автоматчик-охранник думает, что это задание шефа. Загрузить этот грузовик. И видите, целевые ящики импорт-экспорт с Корцеза. Отличаются от обычных. Так-то поли и СМ хорошо устроились. Они тут как грузчик пашут. Они там стоят, бамбук курят. Якобы мы тебя прикроем, если начнется погоня. Ну, посмотрим, как они прикроют. Может, мне саму придется всех отстреливаться. Так, осталось два. И последний. Если вы хотя бы один ящик не загрузите, то... Эй, что ты делаешь? К этим ящикам нельзя прикасаться. Блин, он все-таки возвращается. Ты себя очень подозрительно ведешь. Охрана! Твою мать. Да брось ты ящик-то. Черт побери, ребята. Я думал, он не вернется. Ну, что живучий прораб-то, сука. Извините за выражение. Просто мне все испортил. Блин. Черт, ребята, это очень долго еще раз переиграть. Поэтому, как только я перетащу последний ящик, я вернусь к записи. Или нет? Блин, не знаю даже, что делать-то. Я вообще безкуражен. Я думал, я сейчас спокойненько успею перетаскать. Сейчас я вам покажу, как это более рискованный способ прохождения тогда, чтобы уж не повторяться. И он тут тонны ящиков не перетаскивает. Да, я понял. Импорт, экспорт с Корцеза. Давай, начинай свою речубу. Куда ты прешь, а? Чем ты занят, а? У нас тут рук не хватает, а ты дурака валяешь. Быстро хватай вот эти ящики и тащи их в зал отправки. Я пойду отолью, и чтоб к моему приходу все было сделано. Да, шеф. Все, пойдем нафиг. О, можно так складывать, так быстрее даже. Отлично. Надо было сразу так парковать его боком. Я поэтому и не успел. Так-то я все идеально сделал, но... С позиции грузовика ошибся. Быстро-быстро выслал с малого времени. Пока он мочится. На мышке, конечно, это все быстрее делать. Видите, пока на стике я развернусь. Та ем, а я тебя скребею. Самый, наверное, нервный момент во всей игре, честно говоря. То, что неизвестно, успеешь ты, не успеешь. Тебе даже некогда посмотреть в сторону, потому что... Надо только разворачиваться для того, чтобы идти за следующим ящиком. Последний. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Мы успели. Отлично. Он даже не успел говнуться. Все, опоздатушки. Валим отсюда. На всякий случай сшибем. Так, ведь не зря там полиция стояла. Сейчас на ней за мной поедут. А, нету. Уехали. Поезжайте на грузовике на место встречи в заводском квартале. Хорошо. Погони не будет, да? Потому что я все сделал по-тихому. Как я предполагал, я сделаю все в одиночку, а поле СМ даже глазами не моргнут. Это заезд с другой стороны. Все, ребята. Поезжайте на грузовике на склад Сальери. А Сэм, собственно говоря, поехал за Сальери. Ну что, на противоположный конец карты едем. Уже знакомый нам склад Сальери. Сальери. Такой, видите, грузовик рассчитан на то, что можно тент натянуть, каркас стоит сверху. Ой! Осторожно, этот вред нельзя наносить. Классно, звук меняется в зависимости от того, в какую сторону вы смотрите при езде от первого лица, вернее, от бампера. Так, это же копы, да? Да, так что не превышаем. Ну, что ж ты делаешь-то, придурок, блин, а? Так, это что, получается, я... Что получается, нанес максимальный вред, но так, чтобы едва-едва не оставалось до проигрыша. Будем надеяться, что мы доедем спокойно. Почему-то не было диалога между Полли и Томми. Видимо, опять же, памяти игры не хватило оперативной. Ой, памяти консоли не хватило. Я вам перескажу этот диалог, пока едем. Томми говорит. Так было в компьютерной версии. Просто замечательно. Пока я перетаскивал тонну ящиков. Ящиков на глазах вооруженной охраны, вы там слонялись и неизвестно, чем занимались. Полли говорит. Да, я сигналил, он, главное, не ждет, не слышит. Полли говорит. Ну, кто-то должен этим был заниматься. А ты у нас молодой. Сэм всегда подает хорошие примеры. Томми говорит. А, так это придумал Сэм. Вот как. В следующий раз сами будете разгружаться, а я и пальцем не притронусь к ящикам. На что Полли отвечает. Ладно, в следующий раз посмотрим. Склад сальери. Кстати, грузовик-то вместительный кузов, то есть еще столько же коробок вошло бы. Даже побольше. Тихонечко проезжаем по этому пути. И как вы, наверное, помните, прежде чем ехать на задание, Полли предложил ограбить банк. На что ребята отказались. Вернее, на что получил отказ. Сэму дорога честь семьи. Имеется в виду семьи Сальери. А Томми просто сомневается, что это хорошая идея. Так. Заезд с другой стороны получается. Все, мы на месте. Справились. Сейчас, пожалуй, будет один из переломных моментов в игре. Отлично, мы это сделали. Теперь давай поглядим, что в этих ящиках. Хорошая идея, мне тоже не терпится. Главное не уронить, а то сигары испортим. Постараемся не испортить. Черт. Вот зараза. Что ты делаешь, черт повери? Да я тут ящик уронил. Ну и что там? Том, ты не поверишь. Что? Что там? Ты думаешь, о том же, чем я? На сигары это не похоже. Ага, это точно. Алмазы. Сколько их тут? Откуда они? Что ж, нет сигар? Так нет. Возьмем алмазы. Я знаю одного-то убийца, который может быть к этому причастен. Он очень любит алмазы. Вероятно, это его хватит. Я так же знал, что Сориэль не пойдет на такое дело ради каких-то сигар. Да, пожалуй, ты прав. Что будем делать? Прихватим их? Что? Ты думаешь, что мы сможем уйти за алмазами? Мы можем сказать, что при погоне из машины выпало несколько ящиков. Не, забудь об этом. Лучше положи эти алмазы туда, где ты их нашел. Я не хочу получить пулю в лоб. Мы можем хоть немножко прихватить для себя. Слушай, ну ладно, ладно, не буду. А что, если Сориэль ничего о алмазах не знает? Думаю, это мы можем легко проверить. Как? Сейчас сюда приедет Сэм. Давай спросим у него. На самом деле спросим у Дана Сальери. В оригинале они сказали. Ну так что, осторожно. Браво, ребята, браво. Вы сделали это. Вы заслужили поощрение. Один ящик сломался. Одно это пустяки, а здесь все в порядке. Браво, ребята, браво. Босс, ну что теперь, разгружать ящики на склад? Нет, не сейчас. Зачем вам париться над этим? Вы свою работу уже сделали. Так что, теперь пусть поработают другие. Можете пока отдохнуть. Что-то ты темнишь в Сальери. Хорошая работа. Послал за сигарами. А. Давай поговорим завтра о дальнейшем. Хорошо. Открыть новый автомобиль. Видите, что получается? Ну, до следующей серии продолжение следует. Ну вот. Я надеюсь, вам понравилась серия. Если да, то прокомментируйте видео, поставьте лайк. А с вами был Алексей. И я был Алексмон в классе Games. Берегите себя и своих близких. И играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи.